Эти 42 красавца родились на ферме, а последние полгода провели в большом вольере для передержки, построенном в лесу Брестского района вблизи населённого пункта Заблатье. Здесь у них все условия для жизни – подкормочные площадки, соланцы и водопой. Передержка благородных оленей – процесс необходимый. Он позволяет выработать у животных так называемое чувство дома. В лесу они после вольера чувствуют себя вольготно. В результате проведенного конкурса в прошлом году Брестская районно-организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов выиграла конкурс и в дальнейшем провела аукцион по приобретению оленя благородного. Это в соответствии с программой «Белорусский лес», которая с 2016 по 2020 год. В этом году эта программа заканчивается. К сожалению, ушёл наш основной охотничий вид – это дикий кабан. По причине того, что решение правительства было принято произвести депопуляцию, чем наши охотники занимались. Соответственно, для того, чтобы увеличить биоразнообразие, было принято решение о закупке оленя благородного. С 2016 года за это время вообще в целом в области закуплено 195 особей оленя, выпущено в дикую природу 233 оленя, на что потрачено 12 тысяч белорусских рублей. Один из моментов, которые проблемных, это, конечно, браконьерство. Поэтому будут проводиться и рейдовые мероприятия, как БОРОМ, так и инспекция при президенте по охране животного и растительного мира, так и нашей инспекции. Второе, конечно, кормовая, возможно, база. Какие-то погодные условия тоже могут влиять. Специалисты не прекратят приглядывать за своими подопечными. У зверей останутся кормушки, которые будут постоянно пополняться. Меню специальное. Благородные олени любят овёс, свёклу. В угодьях, где произведён выпуск, также установлены сланцы, кормушки, выложена подкормка. Кроме этого, будут проводиться полевые контрольные мероприятия по недопущению противозаконной охоты, крупный штраф и даже реальный срок лишения свободы от трёх до шести лет. Браконьерство признано серьёзным преступлением. В Жабенковском районе был браконьерским способом убит Зубр на границе Брестка и Жабенковского района. Государственные инспектора с поличным задержали трёх браконьеров. И, скажем так, данные браконьеры получили реальные сроки в местах лишения свободы. Любое дикое копытное животное при его незаконной добыче влечёт ущерб природе более ста базовых величин. Это и кабан, и косуля, и олени, и лось. Середина лета – идеальное время для выпуска оленей в естественную среду. Однако и перед выпуском, и после него людьми проделывается большая работа. Всё для того, чтобы животные были полностью приспособлены к самостоятельной жизни.